И еще в продолжении темы господдержки, но на этот раз семей с детьми. Тверская область получит свыше 820 миллионов рублей на поддержку многодетных семей. Это средства из федерального бюджета. Из них 362 миллиона дополнительные деньги, которые будут направлены на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Какие еще меры поддержки действуют в регионе, расскажем в следующем сюжете. 827 миллионов рублей в общей сложности Тверская область потратит на выплаты многодетным семьям с малым доходом. Изначально сумма была меньше, но была увеличена на 362 миллиона. Как пояснили в пресс-службе правительства страны, необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Это касается и Верхневолжья. Ежемесячная денежная выплата семьям, нуждающимся в поддержке при рождении третьего или последующих детей. Размер этой выплаты равен прожиточному минимуму для детей. И стоит отметить, что размер этого прожиточного минимума в Тверской области один из самых высоких в ЦФО после Москвы и Московской области. Например, в настоящее время он составляет 13 606 рублей. Выплата предоставляется до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Напомню, что в регионе на сегодняшний день свыше 14 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 50 тысяч детей. Число родителей, которые воспитывают трех и более ребятишек, увеличилось за последние десятилетия практически втрое. Такая статистика сформировалась благодаря в том числе ряду мер поддержки. Не только федеральных, но и региональных. Одна из популярных – региональный материнский капитал. Он предоставляется в регионе с 1 января 2012 года. При рождении третьего или последующих детей предоставляется, правда, воспользоваться этой мерой можно только один раз. Размер ежегодно индексируется. И если в 2012 году это было 50 тысяч, то в 2022 году это 73 884 рубля. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, ремонт и строительство жилья, оснащение его инженерными коммуникациями, на погашение ипотеки, приобретение мебели, бытовой техники и сельскохозяйственных животных. Перечень мер поддержки для многодетных семей с каждым годом расширяется. Так, в преддверии нового 2023-го такие семьи получат праздничные подарки. Подарки получат все дети из многодетных семей, вне зависимости от материального состояния, уровня семей, потому что, к сожалению, раньше мы не имели такой возможности. Сейчас, благодаря поддержке президента Российской Федерации, наш бюджет укрепился. Мы благодарим правительство Российской Федерации и теперь с этого года мы всем детям из многодетных семей будем их поздравить с Новым годом, вручать подарки. Кроме того, новогодние подарки от правительства региона получат еще и дети, чьи родители являются участниками специальной военной операции. Всего мер поддержки воспользуются свыше 50 тысяч детей. Подробнее узнать обо всех мерах поддержки, как их получать, какие документы собрать и куда подать, можно, воспользовавшись виртуальным семейным помощником.